Высшая школа это конвейер по производству дурака. Поверьте мне, я даже вот наблюдаю динамику студента с первого, там по четвертый курс или по шестой курс, динамика негативная. Некоторые думают, что может быть профессор слишком утрирует насчет дурака, то нет, не утрирует. Будем так говорить, блок экономических дисциплин, это просто будем говорить некий такой инструмент, некая такая мышеловка для того, чтобы замодить молодежь и фактически перезагрузить ее сознание. То есть на самом деле, я говорю, ребят, то, что вот вам тут в течение 4-6 лет дают, это все можно пройти на краткосрочных бухгалтерских курсах за 3 месяца. Но понятно, что тем дядям, которые устроили этот конвейер, нужна именно вот такая система длительного пребывания молодого человека на этом конвейере, потому что за 3 месяца они не успеют переформатировать сознание молодого человека. Это вводное такое слово. Цель экономики, цель экономики, значит, это производство, это первично, а деньги, финансы и все остальное это вторично. У нас все стратегии экономической стратегии определяет Минифим. Определяет вот первый вице-премьер. Это опасная ситуация? Это абсолютно опасная. Более того, я сейчас даже могу позволить себе резко сказать, я просто, что такое Минфин, как директор института это чувствовал. Я каждый квартал заполнял эти балансовые отчеты. Это большего идиотизма, который придумали эти все Кудрин, Силуанов и так далее. Придумать нельзя. Это говорит, во-первых, об их низком и квалификационном уровне. Ну вот представь себе, в моем институте сделал директором бухгалтера. А я буду, значит, там помогать. Ну вот примерно у нас так в государстве. И поэтому нужно прекратить говорить о каком-то у нас росте. Общий мировой рост 3-3,5%. Это все страны, которые благополучные и неблагополучные. А мы говорим о каком-то там проценте. Мы, значит, продолжаем отставать от мира. Он уходит, а мы продолжаем отставать. Это должно, ну вообще говоря, это должно беспокоить президента и руководителей правительства. И вот этого беспокойства, к сожалению, я не чувствую. Вот такая благость. Вот мы на мировом, так сказать, политике вроде бы там активны. Очень-то все хорошо, конечно. Но экономика это дело, с которым шутить нельзя. Вот, к сожалению, руководство страны недооценивает тяжелое положение и неправильную экономическую стратегию. Абсолютно. Кроме того, что и Академия Глазев говорит по поводу финансово-экономического блока, который способствует оттоку наших ресурсов туда, денежных ресурсов туда. Это все тоже чрезвычайно важно. Это беда. Кадры, которые сегодня в правительстве занимаются финансо-экономическим блоком, они в серьезной работе, в условиях кризисных. И развитие производства не приспособлено, они не могут. Цель экономики, цель экономики, значит, это производство, это первично. А деньги, финансы и все остальное, это вторично. Чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день за каждую идею. То есть, сражаться за будущее России. Спасибо.